Всем хаааай! Вчера мы зашли в магазин Я увидела это Он такой красивый Попробовала этот бренд, не знаю сколько лет назад Но я точно помню, что на этапе начала моей ютуб карьеры Мне прислали их рассылку И она была класса Мы с Лианой поехали в Венгрию и у нас не было локации лучше, чем туалет Извините Ну я знаю, что очень хорошо проверить Поэтому давай хаотично вытаскивай Хаотично? Да! Ну давай по очереди? Да! Ахахаха Что, блёдка качественная? Нормально Салютно нормально И упаковка глянь какие огромные Типа они прям большие Он, кстати, довольно лёгкий Но он лёгкий Это, кстати, подозрительно А вдруг повезёт и будет кисть Но все еще, думаю, календарь за 2 тысячи Это можно иметь его Да, ему всё можно простить Поехали Давай, я первая или ты первая? Ты, конечно, ты же гость Тащи любую цифру Ну ладно Настроение едини Да Мы сейчас смотрели все свои обзоры Там доставали по порядку И я такая Прикольно, когда по порядку Ну ладно, ладно, в порядку О, там ничего А вдруг там пусто? А вдруг там наклейка? Правильно 2 тысячи тонн стоил? Да Я просто не помню Да, да Он дешевый О, господи Это первый раз такое попалось Это очень мило Мне не первый раз, но это самое милое Отреть из подобного Это что-то Зайчик Погодите Блин Как мило Офигенно ätta Господи почему так сильно мило? Аааааа Esto Ваааааааа Ты зайчик Я Вожع Я зайчушка Я обожаю такие штуки Ваааа Я очень рада, что у тебя теперь есть зайчушки Вmuş Я у них и буду, да, это так мило! Я такая молодежь, что началась цифра 1. Ну, видите, не подвела тебя 2 интуиция, 2 человека. Спасибо. Считаю, что начало очень достойное, такая хрень обычно стоит нисколько. Если не с Алика заказывает, то любой магазин стоит 300-400 рублей. Да, да, а если ОМГ, то 700 тысяч. Да, никого, полторы тысячи отсюда. Она такая мягкая, она очень плотная. Правильно? Да. Блин, я так круто, зайцы! Ладно, по порядку, да? Да, давай по порядку. Ладно, тогда я беру цифра 2. Давай. Ну, здесь нужно что-то поменьше. Наренькая. Лука. Это блец для губ. Я так сильно хотела, чтобы попался блец для губ. Подожди, нет. Подожди, что это такое? Да, точно блец для губ, 100%. Ваши, ну, не пойму, я что-то. Вот написано, смотри. Где? Лип, я только что увидела. Века. Ну, меньше. Ну, это 100%. Это сыворотка. Я говорю, это не для губ, это сыворотка. Это непонятно для чего, она действительно в формате, как для губ. Нет, она, очевидно, не для губ. 100%. А как такое бывает? Что такое? 100% сыворотка, и она 100% не для губ. Тут написано просто увлажняющая сыворотка, но не написано, что это конкретно. Шейк нужно стряхнуть перед тем, как использовать. Ой, она становится пузырьковая. Смотри, она желейная. Реально. Вау, очень классно. Шейкни еще раз. Еще. А что-то изменилось? Нет. По консистенции ничего не изменилось, но она прям прикольно выглядит. Какая-то там маслица, да? Нож любит развлечения себе. Вау. Вау. Балдеж. Ладно, цифра 3. А вы нас тут ланком сейчас подожди. Я выберу, а ты открывай пока. Хорошо. У нас тут туалетная история. Хорошо. Цифрка 3. Эти коробочки с снежиночками, я так сильно пила. Ну-ка, что там? Вау. Какой-то розовый карандашик. Покажи, покажи. Держи, смотри. А у меня было такое. Подожди. Я не трогаю. У меня было такое, это очень клевая штука. А что это? Это большая для губ. Он выкручивается, и все. Это полноразмерка, у меня такие были, это полноразмерный продукт. Господи, почему так хорошо? По-моему, это будет лучше от Кальдаси. Не знаю, я его купила. Ох, геть, я в шоке. Ну-ка. Не чувствую запаха, если честно. А у него нет. Это гипоаллергенная косметика, она не парфюмирована. Поэтому можно даже не пытаться его нюхать. Это классно, потому что Лиса давала мне крем от Кайли, не парфюмированный, но он мне не понравился по запаху. Хочу сказать, что очень больно было тратить столько денег в Корее. Понимаю, что никаких кэшбэков мне с этого не упадет. Посмотрите, этот человек купил миллион линз и просто ноль кэшбэка. В этом плане, конечно, у нас все роскошно. Вот, например, приложение CheckScan. Оно возвращает 1 рубль за сканирование любого чека. Конечно, там также есть кэшбэк и за обычные товары, которыми мы каждый день пользуемся. И за покупки в интернет-магазинах тоже. Но вообще, честно говоря, с чеками очень интересная механика и я такого никогда нигде не встречала. С каждого чека вы можете вернуть себе кэшбэк до 30%. А самое приятное, что в приложении нет лимита на вывод средств. То есть, вот сколько кэшбэка мы заработали. Столько и можно вывести на карту настоящими деньгами. В общем, здесь в партнерах и золотое яблоко, и литуаль, и перекресток. А с 21 ноября в CheckScan проходит черная пятница. И на это время кэшбэк будет в 2-3 раза больше, чем обычно. Кроме того, у вас есть шанс выиграть гарантированные призы от Яндекс Плюс и поучаствовать в розыгрыше главных призов. А это возврат суммы от сканированных чеков. Если за этот период, например, вы отсканировали чеков, ну скажем на 50 тысяч рублей, то всю сумму получите на свой баланс. Ссылочка на самое теплое приложение в описании. Номер 4. Номер 4 со снежиночкой ростой. Милый малышок. Тяжелая упаковка, да? Да. Но упаковка тяжелой, что это? Латлино зеленый лак. Да, что обожает зеленый цвет. Она была в Востоке от этого. Зеленый латлий ногтей. Да, класс. Кстати, на самом деле, это панковский, я могла бы и накрасить свои ногти, я мог бы планы к стилю. Под цвет елки. Ну прикольно, но необычно. Да, новогодний цвет, ёлки, мне кажется, очень жазумно. Давай его не будем открывать. Не будем? Нет. Цвета 5. Что-то лёгкое. Я так рад, что попался зайчик первым. Ой, какая-то маленькая штучка. А шо это? Это тушь. Что, проверим тушь? О, боже. Мы сегодня снимали видео, и тут уже были две туши, которые были полностью испорчены. Нет, то мы уж не подумали одеты, что такое. Попробуем ли мои нижние ресницы? Давай. Не, ну мои точно не накрашены. Ну давай, давай. Я уже накрасила, давай я попробую свои. А, ты не накрасила. Раз у меня есть такая возможность. Дорогая услуга? Ну, слушайте, не очень понятно. Не, ну она красит, она как-то слуховато. Возможно, просто... Не, ну нормально, нормально. Красит? Угу, все нормально. Может, просто надо было мне ее группой вставать? Нет, все нормально, и посмотрите на разницу. Да, очень хорошо накрашена. А вдруг там еще тушь попадется? Ладно. Хорошо. А вдруг? А ты попробуй второй слой сделать, мне не промыть. Давай, 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 давай. Ты почувствуешь, что скоро смогут быть визажистом? Да, сколько благометали. Клиса, на крае слева, на крае слева, на крае слева, нормально. О, не, очень хорошая. Смотри, какая тушь. Да? Посмотри, вот эти зеркала. О, да, слушай, все супер, вообще максимально. Хорошо тушь. Огонь, огонь, огонь. Слушай, не просто, как я говорила еще давно и давно, что эта косметика хорошая. Опять начнется. Я знаю рекламу, здесь бомбили, добычица, сдираешь. Ладно, следующая цифра я начну. Шесть. Да. Ага. А, да, ты, ты, ты. И цифра шесть. Спасибо. Люблю цифру шесть. Все равно сочетание еще с двумя шестерками. У меня был лучший друг, она была его шесть, шесть. У меня праймер, но в целом ничего интересного. Праймера, праймер, тут 10 грамм. Праймер класс. Это маленькая и легонькая. Ой, что за крохотка, айлайнер. Айлайнер. Коричневая. Когда она смотрит, зацените мои губы, это короче помада Ланком из прошлого адвент календаря. Я сейчас когда подошла к зеркалу, я увидела, как это безобразно выглядит. Классная подводка. Я ничего не ела и не пила. Подводка класс. Ее можно и тонко, и широко. Это я уже четвертый раз емазюкаю. Пятый, она до сих пор не кончается. Понимаешь, да? Блин, почему нельзя было реально положить подводки в другие адвенты? Это же всегда очень нужная вещь, она не супер дорогая. Это нормально. Представлю вообще лайк подводки. Классно, что она перечитывает. Да. Это необычно. Номер 7. 8, 8. А, 8 уже? Да. А вот здесь что веревка. Блин, неужели какие-то маленькие кремы? Опа! Карандаш для глаз. И посмотри на размер. Это уже тебе не та маленькая шмонька. Это уже по-моему черный коричневый каял. Интересно, что коричневый нам не выпадался ни разу коричневый. Слушай, ну, коричневый класс. Реально даже рассказать нечего больше, потому что это очень здорово. И прикольно то, что они кладут коричневый, потому что черный, да, это классно, это романтично. Но с черным нужно уметь работать. А если мы говорим про какие-то более повседневные образы, ну, коричневый, это класс. И еще обычно люди покупают все черные, а тут коричневые, и это прям взорвай. А еще тут была точилка в комплекте. О! Прости, пожалуйста, а где точилка? Вот. Эта точилка для таких карандашей, она вот так выглядит. Ты вот так вот нахватываешь, вот так вот прокручиваешь и отточит. Именно для таких карандашей она вот так вот работает. Вот так. Пам-пам-пам. Это не вброс, я ничего не сломала. Я никогда в жизни такого не видела. Обращайтесь. Честно? Точилка? Ты не шутишь? Я просто очень наивная. И если бы Лиза сейчас достала бы крышку, сказала, это в сыворотку, наверное, я бы поверила. Цифра 9. Если здесь не будет ни одного крема для рук, я буду восторг. А я не знаю, кстати, у Боли есть вообще уходная косметика или начинка-каративка? Ой, что это? Что это? Ну, это какая-то крень. Это какая-то крень, но я люблю всякие крени. Но, Лиза, когда календарь за 2000, то... А ладно, календарь за 2000, не за 60. Возможно, такие льда душа нет, которые, знаете, детские такие есть наборы, игрушки, когда ты его протыкаешь. Давай посмотрим. Там не написано. Там ничего не написано. Вот это? Вот это? Неожиданно. Мини-грелка. Будем пробовать? Да. Что, мы зря в банде, что ли? Сейчас она как свертанет. Нет, да? Не получается? Я седулю делала, попробую, конечно, но она мне не... Вот эта! Это грелка для рук. Вот эту херню надо как-то... Вот эту? Да. Надо сломать? Да. И тогда... Ну, типа, если это грелка для рук, в большинстве случаев, для девушек, то... Вот, что-то пошло. Реально? О, она очень горячая. Реально? Она очень горячая. Как так-то? А что ты... Ты смог сломать монетку? Ну, ты берешь по центру и начинаешь ее в разную сторону выгонять. Ура, я была права. Класс. Балдеж. Да, бедный крутой. Да, вот, смотрите, очень-очень тепло. Дай, нам тепло вместе. 50 номер. Ну ладно. О, походу тушь. Нет. Гель для бровей. Еще и коричневый. Спасибо. 6 грамм travel size. Отличная форма. Бесконечно просто вообще. Даже не тревелась. Это полнораммерка. Типа, все. Это бесконечная долгая. Спасибо людям, которые это делают. Это просто офигенно. Ну, тебе не видно, что у тебя брови темнее, чем эта штука. У тебя черные, бровые. Вот. Но, короче, она класс. Не знаю, почему я это решила. Мне она находится дома в сам класс. Но я обожаю штуки для бровей. И нам это не выпадалось еще ни разу. Это офигенно. Кстати, да, что странно. Да, да потому что... Они пока молодцы. Тут ни одного повтора. И все средства разные. Так и должно быть. А ты покупаешься, собираешься косметичку. Да. Вот еще прикол. Консилер. Консилер. Офигенно. И полноразмерка. И полноразмерная. И посмотрите, как классная. И цвет, то, о чем я говорила. Как он на 2-м календаре. По-моему, как раз в этом, в Ланкоме. Спойлер, слудейшее видео про адвент календарь Ланком. Кстати, он стоил почти 30 тысяч. Я уже говорила, что лучше всегда кладем более светлый и не универсальный продукт. Потому что, как хотите, светлый лучше. Какой он приятный. Да он отличный. И не пахнет. Понимаете, просто... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Идеально лег. Просто офигенно. Да, да. Ты что, поскольку лобочка, вот. Какая у меня большая колобочка. Она пламянка. Какая большая. Друга тебе, пожалуйста, и зайчик. Нет, у меня пламя бывает. Что это такое у меня лицо? Понимаете, что-то прикольное. Давиду просто шибирует в рульную чашу. Что это? В теории даже. Это было закрыто, да? Вот так. Да. Я знаю, что это. Что? У меня у тебя спонжи или чехол для спонжика. А у меня есть битиблендер. Давай. Блин, это гениально. Потому что он у меня сейчас и лежал просто... Да, это чехол для спонжика. На этой штучке. Это очень классно. И я так и думаю, блин, и что с этим делать? Ну все. А теперь... Ладно. Оно обрело смысл. Не забудь, что-то убить. Было нельзя теперь там. Да. Это офигенно. Блин, какие молодцы. Как это приятно, когда столько таких разных штук. Это герой, какая-то. Да. Интересно. Блин, где это реально интересно? Румяшки. Блажка. Это румяна же? Это румяна, это не пудра. Я что, с ума сошла? Почему нет? Как пудра? Они чистый цвет пудры. Ну, они типа с шиммером легким, но это абсолютно... Ну, румяна... Не наносит. А может быть, это пудра? Нет. Это не могут быть румяна. Ну, даааа. Слушай, ну это можно использовать как пудру, плевать, что это румяна. Нет, у нас есть прям листик, смотри, как веришь, она типа беликой. Это можно скорее как хайлайтер использовать. Это ты сейчас нанесла? Да, это оно. Короче, это, наверное, пока единственный продукт, который вызывает вопросы. Но, знаете, мы не будем на нем акцентировать сейчас румяне, потому что это лучше, чем все остальные галитарии и мистерзиады. Ну, в целом, в теории, кому-то по цвету это может дарить, нет? Я думаю, что кому-то такой супер нюдовый макияж, учитывая, что у нас все коричневое, может, и зайдет. Угу. 14 номер. Кстати, что-то тяжеленькое. Если вам придется полетка с тенями, я просто от настолько умру. А масло для ногтей, типа, ухей, хорошая вещь, учитывая, что у нас есть... Что? Ладно, для ногтей свернуть из маслица, это очень отлично. Это масло для бутикулы? Да. О, мой бог! Это офигенно! Это третий адвокат, который мы сейчас снимаем, но у меня появилась энергия просто на еще 10 видео, потому что это вау. Тащи, какую дешевую? 16. Ааа! Или это еще? Кто заставил масло? Нет, тут вообще пусто. Тут пусто? Подожди, тут еще есть 15. А, ты еще 15. Да, точно, ты 15 дальше, а я 116. Ну ладно, давай уж тогда дальше. Нет, твой будет 17. Ну, 17 должен быть. Я 116. А 15? Аааа... Резинка ли он? Да ты не радуешься так сильно. Почему? Ну, потому что ты посмотришь меня сначала. А, ну что, она розовая и дурацкая? Нет, вопрос не все, что она розовая и дурацкая. Она просто ее качественная, не будет делать волосы даже никакие вообще. Нет, у нее она хорошая. Резинка. Нет, внутри обычная резинка. Типа, очевидно, что такую вещь ты не наденешь на улицу, но когда ты дома собираешься... Я могу надеть любую, лишь на улицу. Ну ладно, хорошо. Все, извините, зря бакомонно. Ты что, резинка? Волосы дома собираешь для того, чтобы делать со смутин косметику, и надеваешь зайчика, и у тебя идеальный мэч. Я считаю. Офигенная штука. Ладно, ладно. Нет? Это офигенная штука, ну ее холодно. Смотрите, как не понравилось, но, господи. О, я поздравалась. Еще одна тушь, давай накрасим ее. Это уже коричневая тушь. А, коричневая? Да, у нас там была черная, это теперь у нас коричневая тушь. Прикольно, красная ее. Кстати, это другая тушь уже даже по своей форме. Ну, то, что она коричневая, непонятно, но опять-таки я ее хвалю. Я не вижу разницу между черной и коричневой, я не знаю, видите ли вы ее, но в жизни ее незаметно от слова вообще. Ну, то, что она такая же хорошая. Потому что я черная, я считаю, ладичная. Видимо, да. Теперь ты доставала номер с... А, вот той. Пожалуйста. Спасибо большое. Это 18 номер. Что ж, посмотрим, что там. Давай. Халю надел? А, бронзер. Вау, да. Слушайте, ребят, ну, мне нечего сказать, кроме слов. Я хвалила Advent Revolution за то, что там много разного, но это Advent Revolution. Это дешевле Revolution, и вещей здесь больше. И да, они не плохие. И это даже, скорее, не столько блуронзер, сколько контуринг, потому что он не имеет шиммера в своем составе, или я тухлю. Нет, ну, как будто бы вообще без шиммера, его можно использовать, как бы с скульптором, и тень у него очень хорошая, именно тень. Кайф. Мне нравится. Это так здорово. 18. Большая. Не пустая. Резинка номер 2. Я тут не ироничная, я обожаю резинки. Я просто их всегда теряю. Я очень... Что, электролинка там была? Нет. После что? Ты офигеешь. Давай. Это вот офигенная буква. Коньяку. Это спонж коньяку, не будем блатковать, зачем. Но, типа, блин, реально... Это офигенно. Я его обожаю. Я не знаю, вы, конечно, можете согласиться и сказать, что Advent горничный. Но, по-моему, здесь все очевидно. Позитета вон. Здесь, кстати, как будто ничего нет. Как будто там супер маленький тревел, миниатюрный. На крейке? Нет, это карандаш для гуру. Да. Нам еще не раз... Но он... Нет, хорошо с ним. Мне показалось, что он сейчас выпадет, но нет, он абсолютно нормальный. Извините, пожалуйста, просто я бы открыла, он был вот такой. Я подумала, что там, скорее всего, просто закончилось все средства. Но нет. Проверим цвет. Просто ищем подвох уже везде. Да, ну и что же ты не веришь. Офигенные цветы. Это нюдовый, который подходит мне просто почти всем. Да, абсолютно. И черного цвета типа и цвета вообще... Я обожаю. Блин, не люблю цвета типа слова. Ну, короче, вы поняли, что оно универсально подойдет всем. Класс. Офигеть, я в таком радости. В таком радости. Это реально радует, вдохновляет. Твой цвет. Ой, ну, твой номер. Ну, у нас первый. Давай. Хайлайтер. Да, господи. Нет. Да, пудра. И светлая. Как ты? Как я завещала. Как ты завещала, да. Это светлая пудра, которая отлично, да, вы наскируете. Я сразу занесу. Немножко за... Стану такой блестящий. Я нормально? Отлично. Отлично рассушевала. Отлично рассушевала мальцем. С ликою пальцем все хорошо. Это офигенно. Тем временем цифра 20. Просто плечку пока сложно сказать, потому что ее буквально не пробовали, но... Я пробовала. Хорошая. И у нас тут полноценная помада. Охренеть. Помада, ребят. Полноценная. Боже мой. Почему? Почему? Единственное, этот календарь нормальный. Вот этот вот. Почему? Я в шоке. Я просто в шоке. И это тот же самый цвет. Нет, но они идеально мышцы, как помада Кайя. Видишь? Вот они смешиваются вместе и получается идеально. То есть ты можешь носить это отдельно. Это отдельно. У тебя формально два разных цвета, но при этом еще можете контуры делать. Короче, я не знаю, что сказать. Это шикарно. И еще напоминаю то, что он у меня сейчас помада Lancôme. И вот в такой отстойный превратилась за 20 минут. Следующий номер 22. Рука. Красный лак для ногтей. Что может быть более актуальным, чем красный лак для ногтей перед Новым годом? Так, я только что тащила 22-2023. Да, у нас почти финалка. Смотрим, что 23 сентября. Я не представляю, что 24 сентября не смотрели. Я слушаю это. А вот и теперь как раз таки хайлайтер для иллюминации средств. Тут у меня написано хайлайтер, написано иллюминирующее средство. Что ж, вот оно золотое сиянное богатство. Не мой оттенок. В целом, честно говоря, если бы он был какой-нибудь белый, было бы более удачно, потому что он странный, он прям желтый. Красиво. Но я думаю, тебе, наверное, подойдет. Нет, красиво, потому что, мне кажется, когда ты делаешь новогодний макияж, золотые всякие штуки и так далее, ты добавляешь в него. Он темный. Оно не золото, оно темное. Он как типа бронзер, даже больше. Да, я согласна. Но его интересно можно применить. Ну, короче, знаешь, до этого просто нельзя докопаться уже. Вот честно. Офигенно. Просто нельзя уже докопаться. Поэтому давай открывай скорее 24-й номер. Давай. Давай открывай. Ну, что там? Дух, там будут тени. Пожалуйста. Ну, я как-то там не будет. Затем не будут тени. Что, будут тени? Ну, сравнив с шашей? Да. А? Что? Сусы? Не понимаю. А, это цвет, не у тебя листей. О, это сердечко. А как мыть, расскажи. Вот так вот, просто вот эту резиновую штуку? Да, вот так вот. Вау. Вот так и моешь. Господи, эти люди, они просто боги. Мы никогда такого не было в жизни. Офигенно. А тут теперь и заяц. И вот это вообще-нибудь и фалюшка. Ну, просто что сказать. Нечего сказать, кроме слов. О цене от календаря от одного из десяти. Пятнадцать. Мы, когда я с Лисей вначале, я ее фотографировала для обложки. Я говорю, ну, сделайте, типа, счастливое лицо тоже. Вдруг будет клевый адвент. И это офигенный адвент. Десять из десяти. Абсолютно пока что, наверное, один из лучших от одного календаря за этот год. Ребята, я восторгла. Вау. Я забыл лайк. И мы поставим. Всех люблю. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока-пока.